Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 12 главу второй Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Вторая Маковейская книга, как и первая, как мы помним, повествует о сопротивлении иудеев против селевкидов, против оккупантов, борьбу за право жить по законам Ветхого, тогда еще Завета, борьбу за право исполнять заповеди Божии, борьбу за то, чтобы в храме совершались богослужения. И вот 11 глава окончилась тем, что заключено некоторое перемирие. Иудеи на время добились того, чего они хотели, но, конечно, это еще не окончательная победа. И вот 12 глава рассказывает о том, как развиваются события. После заключения этих договоров, имеется в виду перемирие, мирный договор, по которому иудеям дается право жить так, как они считают нужным. После заключения этих договоров, договоров, Лисий отправился к царю, а иудеи взялись за возделывание земли. Вроде бы война прекратилась, поэтому можно заниматься тем, чем они хотят заниматься на самом деле. Они хотят мирно возделывать землю, пасти стада, заниматься земледелием, скотоводством и чтить Бога, жить по заповедям Божьим. Они не желают воевать, это вынужденная война, оборонительная война, но иногда очень жестокая. Лисий, крупнейший военачальник, по факту, в общем-то, правитель Селевкинской империи. Он воспитатель молодого царя, Антиоха V, и от имени царя он фактически управляет империей. Среди правителей этих мест были Тимофей, Аполлоний, сын Геннея, а также Иероним и Демофон, а кроме того, киприарх Неконор, которые не давали им жить в мире и спокойствии. Жители Иопы совершили вот какое дело. Тут упоминается о том, что да, вроде перемирие, но неспокойная еще жизнь. Да, вроде бы уже можно возделывать землю, но это еще не окончательная победа. И вот есть много людей, много селевкинских военачальников, которые перечисляются по именам, которые враждебно очень относятся к аудеям и к их жизни. И вот дальше рассказывается про то, что произошло в Иопе. Иопа — это в современном названии Яфа, пригород современного Тель-Авива, тогда небольшой город, расположенный недалеко от Иерусалима, ну, относительно недалеко, там, где нынешний Тель-Авив. И вот что там произошло. Жители Иопы совершили вот какое безбожное дело. Они пригласили иудеев, живущих с ними, войти вместе с женами, детьми в приготовленные имя лодки, якобы безо всякого злого умысла. Те согласились, поскольку это было общее решение города, да и сами они хотели жить в мире и ничего не подозревали. Но когда были уже далеко от берега, не менее двухсот человек из них утопили. Вот такое вероломство в Иопии. Такая страшная жестокость. Десять человек погублены. Мы пригласили их поучаствовать в каком-то городском празднике, какие-то увеселительные катания на лодках, на корабликах. Но в море этих ничего не ожидавших безоружных людей просто утопили. Так очень часто бывает в разных отношениях, потому что дьявол, который борется с всем хорошим, со всем добрым в нашей жизни, он же редко призывает кого-то и говорит, вот приди в такое-то место, там я тебя уничтожу. Приди в такое-то место, там я уничтожу твою душу. Он приманивает нас на что-то, как рыбак приманивает рыбку, так и дьявол обещает нам что-то хорошее, доброе, тебе будет хорошо, тебе будет сладостно, тебе будет весело. А уже там, когда мы попадаемся на эту приманку, вот на дне оказывается крючок, на дне бокала оказывается яд. И поэтому вот духовная жизнь человека, она должна строиться на принципах трезвения, внимательном вдумывании, не просто на шаг вперед, на несколько шагов вперед, а какие дальше последствия будут, вот тех или иных моих поступков. Вот сейчас кажется, что я это сделаю, это хорошо, я получу от этого удовольствие или мои близкие от этого получат удовольствие, но не будет ли за этим скрываться погибель или какие-то погибельные следствия. И вот в житийском отношении, и в отношении жизни души и духа, вот такого рода приманки, они очень часто встречаются. И вот здесь жители Иопии пошли на увеселительную прогулку, иудеи иопийские, и погибли. Узнав о таком зверстве, учиненном над соплеменниками, Иуда рассказал об этом своим людям, призвав Бога, праведного судью, выступил против гнусных убийц своих братьев. Иуда Маковей мстит жителям Иопии. Ночью он поджег причала, спалил лодки, а тех, кто туда сбежался, заколол. Поскольку же город был заперт, Иуда отошел, чтобы возвращать истребить все население Иопы. Но прознав о том, что и жители Иомни точно так же намерены поступить с проживающими у них иудеями, он ночью напал и на имманитян, поджег причалы вместе с судами, так что отблески пламени были видны в Иерусалиме за 240 стадиев. Ну вот, такие страшные эпизоды этой войны, этого сопротивления. Да, в Иерусалиме уже можно свободно жить по иудейским законам, но даже в самой непосредственной близости многие города наполнены жителями враждебными, которые при каждом удобном случае наносят удары по иудеям, по сторонникам Иуды Маковея. Вот Иуда Маковей сражается против этих врагов. Когда, идя походом на Тимофея, иудеи отошли оттуда до 9 стадий, на Иуду напали арабы, не менее 5000, а всадников 500. Завязалась жестокая битва, люди Иуда с помощью Божьей взяли верх, а потерпевшие поражение кочевники стали просить Иуду заключить мир, обещая при этом доставлять иудеям скот и в остальном быть им полезными. Поняв, что они и в самом деле во многом будут полезны, он согласился заключить с ними мир. Заключив мир, арабы удалились в свои шатры. Иуда не может спокойно возделывать поля, ему приходится сражаться и сражаться. В Иопии, в Амнии, вот с какими-то кочевниками, и еще один серьезный еще враг — Тимофей. Тимофей — это один из местных селевкидских военачальников. Иуда напал также на некий укрепленный город, окруженный стенами, населенный многоразличными народами, имени которому Каспин. Те, кто был внутри, погагаясь на крепость стен и запас продовольствия, повели себя вызывающе. Они оскорбляли людей Иуды, кроме того, богохульствовали, выкрикивали непристойности. И тогда люди Иуды, призвав на помощь великого властелина мира, который без стенобитных орудий осадных машин, во времена Иисуса Новина разрушил Иерихон, в дикой ярости бросились на стену. Овладев городом, по воле Божией, они устроили низкыханную резню, так что близлежащее озеро, шириной в два стадия, казалось, наполнилось стекшей в него кровью. Вот еще одно сражение, и опять молитва перед сражением. Иудеи, оказавшись рядом с городом, где укрылись люди, вспомнили, как когда-то Иисус Новин по повелению Божию обходил город Иерихон, и не понадобилось никаких машин, каких-то орудий специальных, сам Бог разрушил стены города чудесным образом. И вот, вспомнив это, вдохновившись этим примером, иудеи и здесь покорили своих врагов. Упоминается озеро. Довольно точно можно сказать, о каком именно озере идет речь. Это озеро до сих пор существует в Израиле. Там в середине небольшой островок. Остатки укрепления примерно этого же времени. И вот оказывается, что эти описания, они довольно точно, даже с такой вот исторической, географической точки зрения. Отойдя оттуда на 750 стадии, они прибыли в Харак, к иудеям, называемым Табуанами. Но Тимофея они в этих краях не застали, потому что тот ушел из этих краев ни с чем, оставив в одном месте крепостную стражу, причем весьма сильную. Поэтому до Сефея и Сосипатор из военачальников Маковей выдвинулись и перебили людей, оставленных Тимофеем в крепости, более 10 тысяч человек. Тогда, выстроив свое войско по отряду, Маковей поставил их во главе этих отрядов и устремился на Тимофея, у которого было 120 тысяч пехоты. 2500 всадников. И истребил около 30 тысяч. Сам Тимофей был взят людьми до Сефея и Сосипатора, проявляя чрезвычайную изворотливость, стал умолять отпустить его целым и невредимым. У него, мол, в заложниках родители многих иудеев, а еще их братья и сестры, случись, что за их жизнь никто не даст ни гроша. После того, как многократно подтвердил свое обещание возвратить заложников невредимыми, его отпустили ради спасения братьев. Вот эту очень важную победу одерживает Иуда Маковей, победу над Тимофеем, серьезным противником, селевкинским военачальником. И вновь та же самая мысль. Почему он побеждает? Потому что Бог с ними, и даже враги это видят, что Господь, Бог Израиля, Всевидящий, тот, перед которым ничто не укрывается, он помогает Иуде. И поэтому бесполезно сражаться. Паника в рядах армии Тимофея. Свои убивают своих, бегут, спасаются бегством, и армия разгромлена. Сам Тимофей захвачен в плен, но Иуда Маковей отпустил его ради спасения заложников. Затем, выступив на Корнеон и Атергатион, Иуда перебил 25 тысяч человек. После их разгрома и уничтожения он выступил с войском и против Эфрона, укрепленного города, где жил Лисий, и множество разноплеменного Люда. Крепкие юноши заняли стены, упорно сражались, а внутри были большие запасы военных орудий, метательных снарядов. Но Иудеи, призвав на помощь властелина, сокрушающего своим могуществом силы врагов, завладели городом, уложили до 25 тысяч бывших там людей. Снявшись оттуда, они устремились на Скифополь, отстоящий от Иерусалима на 60 стадиев. Однако обитавшие там иудейцы свидетельствовали, что скифопольцы вообще были к ним добры, а в лихую газину проявили к ним участие. «Тогда, поблагодарив скифопольцев и попросив их впредь сохранять дружелюбое к народу, Иуда и его люди прибыли в Иерусалим, потому что не за горами был праздник Седмиц». Вот очень важное описание. Иуда — это не завоеватель, который берет город за городом, город за городом, поливая улицы этих городов кровью. Да, иногда он действует очень жестоко, но эта жестокость — это не самоцель. Завоевание — это не самоцель. Когда он подошел к городу, про который известно, что там не враги, там люди, которые дружелюбно относятся к иудеям, он не только не стал убрать этот город и убивать там многие тысячи людей, как он делал в других городах, он поблагодарил жителей этого города и оставил этот город с миром. Завоевания самих по себе он не ищет. Он ищет безопасности для Израиля. И вот после этих побед Иуда, его армия, его соратники возвращаются в Иерусалим. Почему? Потому что праздник. После так называемой Пятидесятницы — это праздник дарования закона Божьего на горе Синай, праздник установления первого договора между Богом и человеком. Иуда вышел навстречу с тремя тысячами пеших. После так называемой Пятидесятницы они двинулись на Горгия, правители Иудумии. Он вышел навстречу с тремя тысячами пеших и четырьмя сотнями конных. Когда завязалась битва, несколько иудеев погибли. Ада Сефей, один из Тубиан, могучий всадник, поймал Горгия, ухватил его за плащ и силой поволок за собой, чтобы живьем взять в плен проклятого. Но какой-то всадник-фракис налетел на него, отхватил ему руку по плечу, а Горгий бежал в Марису. Затем, когда люди Эздрина уже долго сражались и выбились из сил, Иуда призвал Господа, чтобы он явился как союзник и предводитель в битве. Он во весь голос начал петь псалмы и гимны на родном наречии, и, неожиданно ударив на людей Горгия, обратил их в бегство. Затем Иуда, собрав войско, прибыл в город Одалам. А поскольку наступал седьмой день, они по обычаю очистились, провели там субботу. На следующий день людям Иуду пришло время подобрать селопавших, чтобы положить их вместе с родственниками в отеческие гробницы. И тогда у каждого из погибших они нашли под одеждой обереги идолов из Иомни, по закону для иудеев запретные. Тут всем стало ясно, по какой причине они погибли. И тогда все благословили Господа, праведного судью, который тайно делает явным, и предались молитве, прося полностью смыть совершенный грех. А благородный Иуда призвал всех остерегаться греха, ибо они своими глазами видели, что случилось из-за прегрешений павших. Новая битва, новое сражение, и в этот раз очень много погибших в армии Иуды. И когда стали хоронить их, Иуда не бросает своих, даже погибших соратников, тело каждого с почестями погребается после этих кровопролитных сражений. И вот, когда стали готовить погребение, то обнаружили, что у всех погибших какие-то подвески, видимо, висящие под одеждой, в виде языческих оберегов. Вот соблазнились при разграблении города Иомни, и показались, видимо, какими-то очень красивыми, привлекательными эти фигурки. И многие на себя нацепили. Но это языческие божества. Носить такое изображение запрещено для Иудея. И вот в этом причину гибели на поле брания этих людей, видят Иуда и его соратники, оставшиеся, они молятся Богу, чтобы Господь не прогневался за этот грех на народ. И простил бы и павшим тоже. Вот это, кстати, очень важный момент, и дальше об этом говорится. Затем он собрал со всех своих людей около двух тысяч драхм серебром и отправил в Иерусалим, чтобы совершить жертву за грех. И поступил весьма хорошо и достойно. Потому что думал о восставлении из мертвых. И в самом деле, если бы он не ждал, что павшие восстанут, молиться за немертвых было бы бесполезно и глупо. Но поскольку он считал, что тем, кто почил в благочестии, уготовлена самая прекрасная награда, вот святая благочестивая мысль, он и совершил умилостивлительную жертву за погибших, чтобы они были избавлены от греха. В эпоху Ветхого Завета не было полного единомыслия относительно судьбы умерших. Но вот в Маковейских книгах мы видим, что понимание такое, что мертвые воскреснут, что будет суд над мертвыми. И есть смысл молиться за мертвых. Здесь вот очень прямо говорится, что это прекрасная благочестивая мысль, что за умерших, за усопших нужно молиться. То, что потом стало так очевидным для христиан, для христианской церкви, конечно же, душа каждого усопшего человека нуждается в молитве и в совершении добрых дел за этого человека. Вот это было также очевидно еще тогда для Иуды Маковея. Даже спустя 200 лет почти для современников Христа это не было так очевидно. Некоторые подходили к нему и задавали вопросы, показывающие, что они не очень-то верят в воскресение мертвых. Подходили к Господу и спрашивали. Вот там в одной семье было семь братьев, и одна женщина по очереди была женой каждого из этих братьев. Братья умирали один за другим, и следующий брал в жены эту женщину. Вот по воскресении, которого из них будет она женой? Зачем такой вопрос задавали Спасителю? Пытаясь доказать, что не может быть воскресение, что возникают разные сложности, парадоксы, противоречия. Но Господь сказал, что Бог — это не Бог мертвых, но Бог живых, Бог Авраама, Исаака, Иакова. И как эти правоцы живы перед Богом, так же и каждый человек, душа каждого человека перед Богом жива. И будет день всеобщего воскресения, когда Господь каждого восставит. И вот за столице до этого момента Иуда, Маковий и те, кто с ним, они тоже в это верят. Они совершают особую жертву и просят Бога о прощении грехов вот этих согрешивших павших воинов. На этом очень важном богословском утверждении очень много строится. Этим размышлением заканчивается 12-я глава 2-й Маковейской книги. Мы читали эту главу в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...